День Города День Города Напомним, трагедия произошла 24 июня 2022 года в районе Михайловского шоссе. В авиакатастрофе погибли четверо офицеров отдельного 117-го военно-транспортного авиационного полка Оренбургской области. Пятый скончался в больнице. Ценой своей жизни члены экипажа смогли увезти горящий самолет от жилых домов, чтобы избежать разрушений и многочисленных жертв. Пока все жители региона с нетерпением ждут, когда гусеницы шелкопряда окуклятся и перестанут пожирать листву деревьев, мохнатые агрессоры уже почти полностью уничтожили зеленые кроны памятника природы дубки. Чересчатые дубы в большинстве своем стоят абсолютно голыми, будто лето и не наступало. Дуб – роскошное дерево, гордость российских лесов – символ вечности, здоровья, могущества и силы. У лукоморья дуб зеленый. Так и встает перед глазами великан с золотой цепью, в кроне которого спряталась русалка. Сколько лет может расти дуб? Много. Например, и сегодня есть еще деревья, рождение которых относит к 13 веку. Дубки – небольшой островок леса в пойме оки между селами Заукска и Коростова. Здесь растут чересчатые дубы и обитают животные, занесенные в Красную книгу Рязанской области. Жук – бронзовый красотел, лягушка – жерлянка краснобрюхая, хищная птица – пустельга обыкновенная и многие другие. В январе 2019 года дубки получили юридический статус памятника природы областного значения. Здесь сохранились вековые деревья удивительной красоты. Необъятные травяные просторы занимают все пространство между ними. Уникальная экосистема дубков – удивительное место, подобное которому найти трудно. Так почему же не все дубы способны жить сотни лет? Эти деревья довольно капризны и ранимы, особенно боятся вредителей. Итак, на европейской части России выявлено порядка 540 видов насекомых, любителей и пожирателей листвы и древесины дуба. Далеко не все из 540 вредителей могут нанести серьезный вред посадкам, но на некоторых стоит остановиться. Непарный шелкопряд – один из самых опасных вредителей дуба. Это бабочка, похожая на ночного мотылька, личинки которой могут своей массовостью полностью объесть листву дуба. Непарный шелкопряд относится к вредителям плодовых и лесных пород. Гусеница длиной до 9 сантиметров, темная, с пучками волосков, расположенных на бородавках. В России вид распространен почти повсеместно. Обитает также в Европе, на Кавказе, в Малой Азии, в Японии и Северной Америке. Для нашей страны шелкопряд не является инвазивным видом. Яйца зимуют, как правило, в деревьях. Весной, в начале лета появляются гусеницы, а в конце июля-начале августа уже летают бабочки. Очередная вспышка массового размножения непарного шелкопряда фиксируется второй год подряд. Различаются только регионы. Как отмечают специалисты, к резкому росту численности могли привести в температурные режимы хорошее питание, что является благоприятными условиями. Кроме того, благодаря множеству волосков гусениц может даже переносить ветер на десятки километров. Как будут чувствовать себя дубки после нашествия шелкопрядов, покажет время. Но пока вид уникального памятника природы удручающий. Расследование уголовного дела по факту падения ветки на человека завершено. Об этом отчитали следователи Железнодорожного межрайонного следственного отдела города. Далее напомним обстоятельства произошедшего и расскажем о виновных. 3 июня 2022 года. Накануне региональный МЧС выпустило несколько метеопредупреждений для рязанцев. До конца суток обещали грозу и сильный дождь, а в отдельных районах – град. В сообщении также говорилось, что местами порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду. В тот день ветки деревьев падали на припаркованные авто в Сасово и Рязани. Трагедия случилась в микрорайоне Роща. Как стало известно следователям, местная жительница шла вдоль забора детского сада. Резкий порыв ветра обломал ветки растущего за забором дерева, и они упали на потерпевшую. От полученных травм женщина скончалась до приезда скорой помощи. Указанное стало возможным в результате надлежащего исполнения своих обязанностей за вхозом детского учреждения, которое должным образом не проводило обследование зеленых насаждений на территории детского сада, что не позволило ей выявить внешние признаки аварийности 18 деревьев и своевременно инициировать подачу заявки в администрацию города на уничтожение указанных деревьев. Совокупность собранных следствием доказательств признана прокурором достаточной для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по статье «Халатность», повлекшее по неосторожности смерть человека, до 5 лет лишения свободы. В управлении Россельхознадзора представили новые возможности автоматизированной системы «Меркурий». Предназначена она для электронной сертификации поднадзорных грузов, отслеживания их перемещения по территории страны. Цель – создать единую информационную среду для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности. Открываем документ. Вот мы видим, кто был отправителем, кто получателем является. Вся необходимая продукция, что у нас имеется, это какой объем, его наименование, сроки выработки, сроки годности. А также протоколы лабораторных испытаний, что и исследования пройдены. Здесь же и транспортные накладные, в которых фиксируется и номер авто, и даже способ хранения груза при перевозке. Все это фиксируется в системе под названием «Меркурий» – управление Россельхознадзора. Программа позволяет отследить, например, полный цикл движения груза, грубо говоря, от производителя до прилавка. По этой же системе выявляют и нарушения. Было установлено, что в адреса поставщиков продукция поступала надлежащим качеством, подвергнутой веоценной экспертизе. Однако в ходе оформления уже уполномоченными лицами поставщиков в адреса социально значимых учреждений, как Рязани, так и Рязанской области, вносились недостоверные сведения, а именно отсутствие информации о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы или же продукции, что она выработана из сырья, подвергнутой веоценной экспертизе. В управлении Россельхознадзора напомнили, что такие сведения нужно вносить в ветеринарно-сопроводительные документы. Нарушения в неправильном заполнении этих документов есть и здесь. Уже объявлено 93 предостережения. Кроме того, у нас были выявлены факты поставки в адреса социально значимых учреждений продукции с нарушением температурного режима. На продукцию, которая поступала поставщикам мясная и рыбная в виде замороженной, уполномоченные лица хозяйств субъектов оформляли именно документацию при перевозке, транспортировке, именно как охлажденные. Все мы знаем, что именно нарушение температурного режима способствует распространению условно-патогенной микрофлоры. Еще одно нарушение в документообороте – оформление ветеринарных сопроводительных документов на продукцию животного происхождения. В управлении рассказали, что мясо не обрабатывали для уничтожения патогенных микроорганизмов. Индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение. А также его регистрация во ВГИС Ветис приостановлена на три месяца. День молодежи в Рязани отметили фестивалем уличных видов спорта. При поддержке профильного комитета в правительстве области второй сезон «Skill Up Jam» – так называется турнир – собрал больше сотни любителей дворовой гимнастики, воркаута. Несмотря на пасмурный день, все площадки доработали до конца. Воркаут – уличная гимнастика, или, как ее еще называют, фитнес городских улиц. Здесь не нужна какая-то специальная подготовка, оборудование или деньги. Турники есть сегодня практически во всех дворах. Выходи, доказывай. Для самых гибких – городской уличный фестиваль. В этом году список номинаций расширили. Что за направления у нас были? Это воркаут, ребята, которые занимаются на турниках паркур. Это преодоление препятствий фриран, уличная акробатика, BMX. Ребята, которые занимаются фристайлом на великах, скут, самокат и скейтбординг. Все ребята давно занимаются спортом. Бывают даже новички, которые к нам приходят. И стараемся пропагандировать активный образ жизни. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. На знакомом всем нам с детства турнике побеждает Дмитрий Олькин. С результатом сорок повторений, но по его собственным словам это далеко не предел. Говорит, обязывали делать паузу после каждого раза. Это немного смущало. Дома я тренируюсь, у меня там никто не считает. И, в принципе, были результаты и получше. Но тут уже после тридцатого раза было очень жестко. Для самых сильных и гибких вторая дисциплина воркаута фристайлер. Помимо силовой подготовки здесь оценивали еще и точность исполнения элементов. Кто-то выкладывался сразу, кто-то свои коронки приберегал к финишу. В общем, в дисциплине шла еще и тактическая борьба. Больше всего тяжело исполнять было статические элементы, потому что я раньше их не делал. Больше всего я по динамике. Но, как узнал о соревнованиях, сразу начал готовиться. Учил силовые элементы. На них больше упор был. На особо сильные элементы я не рассчитывал. Поэтому делал то, в чем был уверен. В конце уже, в финале, когда терять было нечего, я решил уже делать более сложные элементы. И, в общем, получилось, как получилось. Самый сложный для меня элемент сегодня был петля корбут. Задняя через брусья и королевский соскок. Площадки фестиваля облюбовали более сотни уличных гимнастов и акробатов. На воркаут заявилось больше всего участников. Но рядом свои эффектные программы показывали скейтбордисты и спортсмены на велосипедах. Самое любопытное, что воркаут в вид спорта не статичный. Здесь нет строгих правил. Выразить себя можно в любом ключе. Это своеобразная вольная программа, в которую можно и нужно всегда вносить новые и придуманные элементы. Футбольный клуб «Рязань» провел первый матч под руководством нового тренера Максима Шовцова. В качестве игрока он был известен по выступлениям в клубах 1 и 2 лиг. СКА «Хабаровск», «Жемчужина Сочи» и «Локомотив» «Чита». Предыдущий наставник «Рязанцев» Дмитрий Сережкин, напомню, досрочно покинул свой пост в середине июня. И к сезону команду теперь готовит новый тренерский штаб. В контрольном матче с «Владимирским Торпедо» у наших ребят многое не получалось. Но это и неудивительно. В межсезонье, кроме того, на поле вышли сразу 7 игроков на просмотре. Автозаводцы на правах хозяев навязали собственную игру, и Александр Зенин дважды огорчил гостей. В итоге победа «Торпедо» 2-0, впрочем. Придавать особое значение такому матчу не стоит. «Рязань» пока в поиске своей схемы и игры. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!